1 января в нашем регионе открывается декада спорта и здоровья. Об этом, а также о предстоящих новогодних мероприятиях 27 декабря рассказал на пресс-конференции заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Константин Подбельский. 27 декабря в ИСКК имени Блинова открывается губернаторская елка. Детей Омской области поздравит Виктор Назаров. Также представления пройдут в Омском государственном театре куклы, актера и маски Орликин. До 4 января губернаторскую елку посетят 40 тысяч ребят, каждый из которых получит подарок от Деда Мороза. Мероприятием в рамках декады спорта и здоровья Константин Подбельский уделил особое внимание. Самое главное для этой декады это обеспечить условия для всех жителей города Омска, Омской области, для всех муниципальных районов, для того, чтобы можно было в эти новогодние и рождественские праздники найти возможность каждому заняться тем или иным видом двигательной активности. В Омске в декаду спорта и здоровья для активного отдыха горожан и гостей города пройдут следующие спортивные мероприятия. 5 и 6 января в 11 часов состоятся массовые физкультурно-оздоровительные зарядки. 7 января в 17 часов – рождественские массовые катания. Для любителей лыжного спорта работает обновленная трасса в парке Советского округа. С 1 по 8 января на территории муниципальных районов и в областном центре пройдут соревнования по футболу, хоккею с мячом, баскетболу, пулевой стрельбе, биатлону. Это Саргасский район, который теперь у нас имеет бассейн, построенный по программе, федеральной стрельбой программе и с участием партии «Единая Россия». И вот в этом бассейне на Новый год запланировано соревнование даже по водному полу среди юношей и девушек на призы Деда Мороза. Впервые в ИСКК имени Блинова пройдет рождественский кубок Омского ледового клуба Ирины Родниной. Но главным спортивным событием января станет 22-й рождественский полумарафон. Интерес к зимнему беговому соревнованию любители здорового образа жизни, профессиональные российские и иностранные спортсмены проявляют не меньше, чем к сибирскому международному марафону. На этот раз организаторы подготовили сюрприз. Помимо основных дистанций 21,7 километров пройдет эстафета. Это 6 кругов по 3,5 километрам. Пробежаться по исторической части города, насладиться свежим морозным воздухом сможет любой желающий. Начало праздника в 13 часов на Соборной площади. Редактор субтитров А.Семкин